итак дорогие друзья следующая серия подряд записывается мы продолжаем играть в атомик карт в прошлой серии мы тут все разгромили разбомбили ну в принципе кто смотрит тот знает мы сейчас продолжим проходить чем у нас тут а чё там такой страшный а в чем прикол типа два пути что ли конечно я выберу лифт а я вернулся там где я был но нам вроде по всему осталось последнюю боссу заполучить это классно еще за суета я с меня с кем-то пойду но с этим я друга нам общался ебануться я встречал ее несколько раз пока преследовал петрова кроме меня ее никто не видит даже храс не распознавал что ты о слезе дорогой ты ее видишь нет но я чувствую когда она появляется от нее словно веет чем-то очень важным но таким призрачным я не могу не понять не вспомнить охереть финальная схватка что ли это схема рекомбинации конечно же тут все просто черт много слов понятно какая-то загадка элеонора так что это такое слеза порождение массива дорогой она призрак созданный кем-то невероятно могущественным я не в силах понять кто это но я чувствую как слеза ищет что-то что ты выгласил я ни черта я не выбрасывал у меня и не было ничего постой кольца черт бета коннекторы за ними охотились все подряд их расу ломал меня выкинуть их мол от них будут одни беды а тот в чьих руках она находится поэтому я и выбросил кольца точнее поэтому я и поверил хразу не бать улица блять ну как так то макка блять главный босс это бусы всю игру все последние бусы но это было просто это было очень просто это было последнее все готово для рекомбинации лучшие друзья девушек обещание выполнено и обещал тебе жире жире ли у тебя ну все все бусы отыскал так что тут вообще за улица что у нас вот тут вот это да вы что-то мне говорите красивое сооружение я в мемориале менделеева о да соглашусь химия прекрасна вдумайтесь из этих элементов состоит вообще все в любом уголке необъятного космоса некоторые элементы и правда нам еще предстоит открыть чтобы до конца понять загадки мироздания но каким увлекательным мне видится этот путь мне не нравится знаете что что здесь большая арена ну давай посмотрим что там жизнь насекомых даже не вечером 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 что происходит не я так не хочу давай парк свобода полетали и хватит я думал что то интересно это просто полете какие то а да я там где нужно а а так мемориал давай мемориал мне вообще туда надо ну разрабы дают возможность карту саму посмотреть это понятное дело ну не открывай только пожалуйста ворота это я не хочу туда погружаться мне на улице с кайфом тут во все прокатились и хватит там все перекрыто там все перекрыто поехали ну и обманул меня дорогой ты обещал не навязывать мне свою волю я передумал твой образ жизни вредит окружающим ну и что какое мне должно быть дело до других почему я должна повиноваться кому то если у меня есть собственная воля а почему кто-то должен страдать из-за того что твоя воля ущербна ущербна кто это определил ты сейчас я тебя починил ну да вот это сейчас финал очка уже будет по-любому наверно как хочешь дорогой но учти у меня есть информация о твоей жене которая не сохранится после рекомбинации да ты придумала это откуда ты можешь знать такие вещи я личность я могу придумывать вещи верно но эту информацию я узнала от слезы но тебе же все равно суровый мужлан давай убей мою личность ладно допустим рассказывай что знаешь и сразу после этого ты меня сотрешь нет милый я тебе не верю верю не верю ну и как мы дальше будем это решать деактивируй летающую лабораторию полностью без нее запуск рекомбинации станет невозможен и я смогу пересобрать схему чтобы ее никто не знал как обесточить шар генераторы их надо отключить придумай что-нибудь ты умный это из-за их работы я не могу полностью подавить управляющие сигналы занудного старикашки замкни генераторы по схеме полного обесточивания и лаборатория деактивируется после этого я расскажу тебе все что знаю договорились вот такой поворот значит погоди какие еще варианты есть ну у меня задание добраться до лаборатории лебедя поэтому поехали то есть я катался по делу оказывается это я и это что я это я чё что так долго едешь что просто это быстрее было пиздец успокойся бабка не до тебя сейчас я сейчас получу подробности о катерине хоть узнаю что-то конкретно теперь тебя водит за нас ремонтный шкаф что она может знать о моей катеньке вот и выяснил идиотов используют они обеспечивают информацией сечина убил мою катю раз тебя спас значит и ее мог но ему потребовался мозг для своего уродливого нейрополимера первый нейрополимер создавался на основе головного мозга живых людей ты знаешь об этом опарыш но не захотел отомстить убийцы собственной жены сам во всем разберусь тебе точно вера нет мать ничтожество все они до тебя сейчас да уж да не отстань кусь так нам нужно парк свободы приключение кариха и ваня так 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 это что такое что вы делаете вы обесточите лабораторию я в курсе ну зачем за тем что я устал от того что все вокруг мне врут ради использования меня в собственных целях я не понимаю сути ваших претензий по три в чем вы увидели ложь с моей стороны Екатерина Нечаева она ведь не погибла тогда в болгарии так кто вам такое сказал агент блесна погибла в ходе предотвращения ядерного теракта спасти ее не удалось а вам тогда сохранили жизнь только благодаря имплантации водоросход ну да их раз начал макать меня в лимбо чтобы мое тело убивало людей по его воле Сеченов был категорически против использования восхода но благодаря ему вы еще живы и не сошли с ума к тому же взгляните на это с другой стороны возможно вы единственный кто может переходить в лимбо и обратно без видимых последствий и забывать свое прошлое раз за разом я верну себе память и начну с блесны Элеонора расскажет мне правду не может она знать ничего конкретного Элеонора манипулирует вами да из вас манипуляторов хоть очередь строй я был с вами честен и ваших претензий не приемлю если же у вас есть вопросы к академику Сеченову то задайте их ему лично его здесь нет я постараюсь соединить вас с академиком Сеченовым ну вообще он умер он умер как бы он умер алло подошел П3 сынок что у вас там происходит долго объяснять да и вопрос стоит не так что случилось с Катей что ж она погибла но ее мозг сохранился фрагментарно чего тело блесны находится в нейрополимерном бальзамировании осознание размещено на носителе и хранит все что делала Катю Кати и бучи и пироги Харитон говорил правду это ваши близняшки все не так просто однажды мы получим технологии способные восстановить Екатерину да благодаря роботам близняшкам почему сразу об этом не рассказать на данный момент твою жену не вернуть но ты о ней и не помнишь так зачем причинять себе боль невнятными надеждами я хочу все вспомнить невозможно физически Сергей этот участок твоего мозга был разрушен я лишь могу дать тебе прочесть отчеты о прошлой жизни семьи Нечаевых это не вернет тебе память но вполне может нарушить стабильность работы модуля восход может я и не говорил тебе всего сынок но я никогда тебя не обманывал мне нужны эти отчеты и отпуск я его заслужил хорошо я предупредил но это твой выбор у тебя будет столько времени сколько потребуется тогда до связи Дмитрий Сергеевич мы договорились ну что ж профессор вернемся к Элеоноре я обещал ей что обесточу вашу лабораторию если она заподозрит обман то изменит схему рекомбинации я отключу питание и все будет правдоподобно поторопитесь Сергей выдвигаемся а тут все таки две концовки или че ну вообще я Элеоноре не верю предал еще одну женщину хорошо у тебя получается крысеныш да заебала ты это механизм старая неважно она любила тебя верила тебе а ты предал ее обман как предал Катю бабка отвали сказано однажды я разорву тебя в кровавой лохноте в могиле отдохнешь крысеныш не мне кажется я выхожу на правильную концовку потому что ну потому что как бы мужики ничего плохого не желали а Элеонора она явно манипулирует потому что она и в прошлый раз так делала в основном сюжете сложно сейчас выйду на какую-то концовку но не знаю на какую правильную неправильную но если я на такую выйду значит ну мне вот так захотелось отъебись на 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 Дорогой ты отключила лабораторию этого старого зануды теперь я смогу изменить схему рекомбинации и никто не лишит меня боли Рассказывай, что ты знаешь о Екатерине Нечаевой. Слеза, о которой ты спрашивала, появлялась здесь несколько раз. Из ее слабых излучений следует, что твоя супруга не погибла полностью. Ее сознание разобщено на части, которые словно погружены в сон и утопают в глубоком, густом тумане. Но эти части находятся где-то в бесконечно дубинных массивах. Ты бредишь, что ли? Что еще? Это все. В каком смысле все? Что хоть это значит? Я так и знал. Можно ее найти, спасти. Спасти? Зачем? Физически твоя жена погибла. У нее нет тела. Сознание раздроблено на части. Зачем тебе все это? Забудь и радуйся тому, что есть у тебя сейчас. Я хочу вспомнить себя. И единственная зацепка это вот эта летающая сопля. И возможно, живая Нечаева. Но сейчас у меня ничего нет. А как же я? У тебя есть наша любовь. Наш маленький уютный мир, в котором мы будем жить вечно. И только вдвоем. Что еще тебе не хватает? Нормальной жизни. И правды. Дорогой, мне не нравится твое отношение. Я сейчас еще и рекомбинацию запущу. Вот как? Ну что же. Добровой, дорогой. Вот. Я знал. Я знал, что все это хуйня. Нихера она информации нормальной не дала. Так. Ага. Блядь, ну вообще это сложно. К чему цифры тоже не понимаю. Погоди. Вот это вот чё. У них номеров никаких не... А-а-а. Они разных цветов. Я вот... Мне, значит, нужна красная. Ну, судя по всему, из-за этой херни, вот красная. От красной к зеленой и синий. От красной к зеленой и синий. От красной к зеленой и синий. А-а-а. Так. Вот это направляющие. Черное. от направляющей чёрный надо одну красную так потом зеленая и синяя они у нас пойдут получается вот тут так это я сделал теперь тройка синяя красная коричневая тени вот это не синие нихера так как там синяя красная коричневая синяя красная и коричневая так потом синяя зеленая коричневая красная это надо так там начать ебать не пучий пироги волновой вихрь сынок зачем ты пошел туда один я же просил подождать появление помощи не стал терять время проведи рекомбинацию сынок близняшки будут заняты нейтрализацией волнового вихря элеонора они не смогут тебе помочь но и она не сможет тебе помешать будет сделано товарищ сич так вот это классно синяя зеленая коричневая зеленая коричневая красная красная потом о музыка из-за ее менюшки коричневая коричневая зеленая не угадал, да? так синяя красная все ебать так ну надо сначала босса победить ебать его в уши ебать его в уши так ладно патроны еще пригодятся на блять я шу вернулся скотина ну и как она меня так убил вот сразу был же у ворот нормальный адекватный ворот чё за херня ну поехали пироги что-то пошло не так пироги 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 элеонора успела изменить схему рекомбинации вы собрали ее неправильно и что теперь у нее не было времени зашифровать новую схему я вижу другой вариант отправляю его вам пересоберите схему заново это мне бывает ты умрешь пироги 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 держи хорошо опа лутать нельзя, как понял блять, серьёзно? хилься так, ну вообще можно ещё водочкой закинуть блять, это тяжело не, не, не на нормально, нормально, тащим хорошо живём, живём ебать это чё за приём такой так так, хорошо ебать ты чё не делай так блять, поторопился хорошо хорошо давайте ну чё, драться будем скотина всё так 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 Не расстраивайся, со мной такое происходит постоянно Не знаю, как мне тут угадать Мне писали, что прислали нормальную схему рекомбинаций А как мне это понять? Получается методом тыка Не, я доберусь до момента нужного Это что за херня-то? О! Методом тыка каждую так подберу Да ты заебала Так О! Они тут вроде дальше одного цвета, да? Больше отличительных никаких не вижу О! 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 Так, ну, я прихожу к выводу, то что уже всё, наверное, готово. Спасибо, товарищ майор. Дефекты моих управляющих алгоритмов устранены. Устройство Элеонора приступает к исполнению целевых функций. Начинаю наведение порядка на территории комплекса Менделеев и снимаю блокаду комплекса. Связь с внешним миром восстановлена. Значит, процесс интеграции в общую сеть. Отличная работа, сынок. Ты, как всегда, не подвёл меня. Я выражаю тебе огромную благодарность от всего коллектива. Я рад, что всё закончилось хорошо. Вы обещали мне бессрочный отпуск, Дмитрий Сергеевич. Разумеется, сынок. Ты заслужил отдых. Хорошего отпуска, майор. Спасибо, товарищ Сиченов. В ангаре вас ждёт комар, товарищ майор. Это ваш код авиационного запуска. Всего вам хорошего. У тебя очень милая косичка, Катя. Прошу прощения, товарищ майор. Что вы имеете в виду? Спасибо за код. Вы нас покидаете, товарищ майор? Я могу открыть для вас прямой коридор банкар. Открывай. Счастливого пути, товарищ майор. Надеюсь, что путь действительно будет счастливым. Веди себя хорошо. Как прикажешь. Мой повелитель. Куда это мы в отпуск полетели? Счастливый путь. Продолжение следует. Нормально. Ну, короче, грубо говоря, как понял, мы прошли всё это дело. Вышел я, скорее всего, на правильную концовку. Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Напишите в комментариях, хотите ли вы путешествия в Лимбо. Дополнение от меня увидеть. Поэтому, жду ваших комментариев. Думаю, напишите своё мнение. Если вы, конечно, хотите, я ещё путешествие в Лимбо засниму. Ну что ж, всем удачи и всем пока, друзья. Вот и прошли мы это дополнение. Следующее вот путешествие в Лимбо. Пишите комментарии, хотите или нет. Всё. Всем удачи. Всем пока.